Всем привет, с вами Вова Ломов и теплица социальных технологий. Если говорить об организации совместной работы, особенно на удаленке, то кроме как ни странно тоггл, который я бы поставил на первое место, вторым по значимости сервисом я бы назвал Google календарь. Любители сложных решений могут со мной поспорить, но по мне чем проще инструмент, тем он эффективнее. Поэтому Google. Тем более, что он взаимодействует с вашей почтой на Gmail, отправляет письма, добавляет какие-то события автоматически, в общем работает в связке с другими инструментами Google. Открыть календарь можно из стартовой страницы Google или вот отсюда из Gmail. Если у вас нет такой панели, посмотрите, возможно она просто свернута. Итак, тут у вас текущая дата, обращайте внимание, иногда можно запутаться. Если нужно именно сегодня, нажмите на сегодня. Вот эта полоса говорит о том, что уже 19.00. До этой полосы мероприятие заводить глупо. Ну и заводится мероприятие просто. Выбираете дату, кликаете на время. Вообще, я думаю, что вы все это знаете, ну так на всякий случай. Вот мы развернули календарь. Тут у нас все доступные календари. Это те, что по умолчанию. Можно их отображать в текущем представлении или скрыть. Это уже открывает ряд возможностей, правда еще не понятно каких. Мероприятие можно создать отсюда, но, естественно, все заводят его, просто кликая на нужное время в календаре. Со временем, описанием и так далее, я думаю, всем все понятно. А мы обратимся к добавлению гостей. Начинаете вводить email, появляется автозаполнение. Пригласили и тут он что-то пишет про невозможность показать календарь. Что он имеет в виду? Сейчас разберемся. Кстати, тут можно сказать, что присутствие не обязательно. Очень полезная опция, особенно для сотрудника. Давайте разберемся с невозможностью показать календарь. Собственно об этом я и хотел сегодня рассказать. О взаимодействии календарей. Вот у нас есть второй Вова Ломов, которого мы собирались пригласить. Вот его основной календарь. Вот он берет и говорит настроить общий доступ. В принципе это вообще просто настройки календаря. И здесь он говорит добавить пользователя где-то снег собака Gmail. И разрешает ему либо вносить изменения в календарь, либо просто просматривать. С двумя степенями погружения в каждый. Давайте сначала предоставим доступ только к информации о свободном времени. В таком случае начальник, а я как будто начальник, создавая мероприятие и приглашая второго Вова Ломова, увидит вот такую историю. Он увидит, свободен ли Вова Ломов в это время и в зависимости от этого может найти таки какую-то щель для мероприятия. Ну вот так. Чуть залезая туда и туда. Причем такая же картина будет, если у вас несколько участников и все они дали вам доступ. Вам нужно искать свободные окна у всех сразу. А вот если Вова Ломов предоставит доступ к сведениям о мероприятии, то начальник, а я по легенде начальник, увидит, что у Вовы Ломова на то время, которое он планирует наметить на подписание многомиллиардной сделки, намечено бесполезное шатание по городу. В таком случае он ставит свое мероприятие на это время, без каких бы то ни было колебаний. Причем вот прямо на весь этот период. И это еще надо подвинуть. Вот у Вовы Ломова такая получается петрушка. Надо делать выбор. Он говорит, что конечно придет к начальнику, а бесполезное шатание по городу удаляет. А тут, например, он начальнику отказывает. Удаляя мероприятие в своем календаре, он не удаляет его вовсе. Просто у начальника появляется сообщение, что на то мероприятие, которое он наметил, никто не придет. Обидно. Так, и теперь что делать, чтобы не было засорения календаря личными вопросами. Логично, что нужно просто создать еще один календарь. Например, работа и вносить туда только планы, касающиеся работы. При заведении нового мероприятия вот здесь можно выбрать, в какой календарь его добавить. И в таком случае можно расшарить его для начальника, в том числе с доступом к сведениям о мероприятии. То есть руководитель будет видеть и понимать, чем занят сотрудник и можно ли это перенести в связи с новой задачей. А еще можно создать единый рабочий календарь организации, добавить туда всех сотрудников и тогда Google календарь превращается уже в подобие таск-менеджера. Руководитель или начальники отделов расставляют здесь задачи, а сотруднику, когда ему придет письмо, что ему предоставили доступ к календарю, нужно будет пройти по этой ссылке, и этот общий календарь будет отображаться у него здесь. И можно включать или отключать видимость, планируя личные дела в соответствии с рабочими обязанностями. Вот такая достаточно простая история, которая в наше неспокойное время может сильно помочь структурировать работу. Все любите друг друга, если нет силы времени устанавливать и разбираться со сложными системами управления предприятием, может ограничиться пока Google календарем, а все сложное оставить на потом, когда немного поуляжется. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у теплицы социальных технологий. Субтитры создавал DimaTorzok